Добрый день, дорогие наши зрители! Сегодня мы с Михалычем вам расскажем, как стать мебельщиком. И кто-то думает, что чтобы начать делать мебель, стать мебельщиком, нужно много крутого, дорогого инструмента от каких-то брендов, что-то такое вау. Но на самом деле, я вам скажу так, что чтобы собрать первый слой столик, к примеру, вам достаточно вот такого обыкновенного шестигранничка. То есть, я имею в виду, что дело не в крутом инструменте, не в дорогих примочках каких-то. Для начала вполне может подойти такая отвертка, ПЗ-2, чтобы собрать первый свой шкафчик. Это будет долго и нудно. Может такая подойти, в которую вставляются вот так вот битодержатели. Может вот такая маленькая, шикарная, с краповым механизмом. Вставляешь битку и готово. То есть, вообще, для начинающего мастера вставил и начинаешь крутить. Но дело не в этом. Вопрос в том, как стать мебельщиком. И проблема тут вот в чем. Проблема в том, что много заблуждений есть. Кто-то думает, что чтобы стать мебельщиком, нужны крутые инструменты. Кто-то думает, я пойду учиться. Да, как бы, что-то это может дать обучение. То есть, теоретические какие-то знания. Но, по большому счету, обычно, все равно, кто бы вам не преподавал где и как, это человек, и он будет давать информацию, скажем так, согласно того, как он понимает. И, соответственно, не всегда, скажем так, в преподавателе идут те, идут учить те, у кого не получилось зарабатывать, ну, вот так, в реальности. Потому что зарплата у преподавателя маленькая. И, ну, человек, который, либо он настолько хочет научить, опять же, литературу сейчас можно легко найти самому, любую. По профессии, любую специальную литературу. Потом, очень много масса обучающих роликов есть в Ютубе, в интернете, где четко, хорошо вам покажут, как что делать. Но, просмотрев уйму роликов, прочитав огромное количество литературы, вы все равно не станете профессионалом. Как, даже если купив самый дорогой инструмент, там, фистул, мафель, что угодно. Фейн, на что у вас душа лежит. Так, а как же стать мебельщиком? Как стать профессионалом? Самый правильный ответ – пойти работать. Только через практику. То есть, пойти сначала, я не знаю, там, собирать столики, что-то, да, Мишаня, что-то простое сначала мы делаем, потом мы идем на работу более серьезней, более профессиональные навыки, где нам нужны. И мы должны все научиться на практике. Должна быть практика. Желательно, чтобы рядом с вами были специалисты, которые более высокого уровня, у которых вы сможете научиться, которые смогут вам подтянуть и объяснить то, что вы не понимаете. Вот, хотя, однозначно, я советую, опять же, смотреть ролики на Ютубе, читать грамотных специалистов, их него блоги. Опять же, подписывайтесь на мой канал. Многие вещи я, как бы, описываю, рассказываю. Но, на самом деле, конечно, все на практике. Вот на практике, если вы работаете, у вас вырабатывается какая-то, ну, скажем так, некая жилка. Вот, опыт вырабатывается, когда вы на практике пытаетесь что-то сделать. Надо, чтобы вы интересовали своей работой. Не просто работа ради денег, ради заработка. Нет, это вообще, скажем так, вариант... Вы просто будете клепать, клепать, ну, столы, я не знаю, тумбочки, шкафы. Вот, но это не сделает вас прям таким профессионалом. Когда вы столкнетесь с чем-то посложнее, это поставит вас в тупик. Лучше всего саморазвиваться. То есть, на опыте, на практике пытаться что-то сделать, советоваться с людьми. Да, с мешанием можно посоветоваться. Михалыч у нас тоже, он может подсказать, он шарит в теме. Вот, то есть, желательно, чтобы кто-то подсказывал и самому пробовать развиваться. Вот, ну, всё. Я думаю, Михалыч заканчивает сессию, поэтому дальнейшие видео смотрите. Я буду больше рассказывать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, всем удачи. С Богом, пока. С Богом, пока.